МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она является партнерским проектом Ульяновского областного краеведческого музея имени Ивана Александровича Гончарова и Государственного исторического музея в городе Москва и Калужского объединенного музея-заповедника. Здесь представлено более 100 уникальных артефактов из фондов наших музеев. В экспозиции есть предметы, когда-то принадлежавшие Богдану Хитрову, основателю Симбирска. Ко многим другим вещам он был причастен, поскольку в последние годы жизни возглавлял Российскую оружейную палату. В палате работала школа царских изографов, другими словами, иконописцев. Они создавали настоящие шедевры церковного искусства. В экспозиции представлены три иконы, изображающие Спасителя, Богоматерь и Иоанна Предтечи. Их автором является известный иконописец 17 века Симон Ушаков, который трудился под руководством Хитрово. А вот эта кружка с откидной крышкой, покрытая серебром, для России 17 века была уникальным предметом. Тогда было принято пить из ковшей, но постепенно аристократия переняла обычаи и этикет Западной Европы. Более того, такие кружки с механизмами заказывались у итальянских мастеров. А резьбой с библейскими мотивами их расписывали такие русские мастера, как, например, Василий Андреев, работавший в оружейной палате под началом опять же Богдана Хитрово. Копия первой подробной карты Волги 1636 года дает ответ на вопрос, откуда произошло название города Симбирска. Она составлена немецким дипломатом и путешественником Адамом Алиарием. В августе 1636 года в составе дипломатической миссии по пути в Персию он проплывал по Волге, мимо той территории, где спустя 12 лет была основана Симбирская крепость. На этой карте еще до основания Симбирска мы видим некоторые географические названия, которые существуют до настоящего времени. Например, мыс Полибно – это современные узнаваемые поливны. Река Ботьма – это один из заводских притоков Волги, ныне утраченный после создания водохранилища. Но наибольший интерес представляет Симбирская гора. И на вершине этой горы отмечен значок древнего городища, про которое сказано, что оно было разрушено Тамерланом. Выставка дает ответ еще на один вопрос – как выглядел Степан Разин. В экспозиции есть его изображение, датированное 1671 годом. Гравюра выполнена немецким мастером Фюстом еще до казни атамана. Экспонаты, связанные с событиями 18 века, завершают экспозицию. Выставка будет работать до 7 декабря. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова